Более 500 городов по всему миру в эти выходные писали тотальный диктант. Его главная цель – привлечь внимание к проблеме грамотности. Архангельск присоединился к акции в прошлом году. Как прошел диктант в этом, знает Артур Ромих. Повышение грамотности в современном мире – это один из наиболее острых вопросов. Все чаще мы пишем на компьютере, где нам тут же предлагают исправить ошибки. Казалось бы, интернет открывает доступ к знаниям, но на деле социальные сети явно не способствуют развитию культуры письменной речи. Где поставить запятую уже неважно, общение сводится к сокращениям и смайликам. Языковеды давно бьют тревогу. Так действительно ли я знаю русский язык? Тотальный диктант даст объективный ответ на этот вопрос. Вообще стабильно ошибки я делаю на удвоенную. Но я с этим борюсь и пришла сюда, чтобы проверить, правильно я действую или нет. А в каких случаях пишете две, а на каких-то одна? Это очень сложное правило, я сейчас не повторю. Тотальный диктант сравнивают с большим флешмобом. Главная цель – привлечь внимание к проблеме грамотности. Впервые его провели в 2004 году в Новосибирске. Тогда активисты гуманитарного факультета собрали около 200 человек. С тех пор акция стала проводиться ежегодно. В этом году в тотальном диктанте участвуют более 500 городов. В Архангельске его пишут во второй раз. По сравнению с прошлым годом увеличилось количество площадок – 8 вместо 4. В САФУ диктант считают в нескольких аудиториях. В одной из них журналист Константин Мильчин. Говорят, что наше главное богатство – это нефть, уголь или стаи. Мне кажется, что у нас есть сила богатства. Это люди и русский язык. Это второе, более главное. Мы должны им гордиться. И сегодня есть шанс прикоснуться к этому нашему богатству. Прикоснуться к богатству и проверить свою грамотность решил и губернатор Архангельской области Игорь Орлов. Вместе с остальными участниками глава области взял ручку и приготовился слушать. Я видел, как по Невскому ехали тушить пожар. Автор текста – писатель Евгений Водолазкин. Диктант состоит из трех частей. Архангельску досталась последняя. Среди тех, кто решил проверить свои знания, люди самых разных профессий. Каждый пришел сюда по своим причинам. Алина Стасюк пока не работает, но для нее крайне важно знать русский язык. Ведь он станет основой ее будущей профессии. Ну, сейчас я учусь на факультете журналистики в САФУ. И на диктант я пришла, чтобы проверить свои знания в этой области, так как, возможно, это в будущем пригодится профессии. По мнению большинства, текст в этом году был несложным. Проблемы вызвали знаки припинания. Результаты станут известны в ближайшее время. Их можно узнать на сайте тотального диктанта. Артур Ромих, Алексей Малаковский. Новости РЕН-ТВ. Архангельск.